Таврополь В эфире радиожурнал «Зори Кавказа». Мы собираем всех вместе. Добрый день, дорогие радиослушатели. Здравствуйте. В студии радио «Алания» во Владикавказе Зарема Джекаева и Тамара Ходонова. Мы приветствуем вас и приглашаем в ближайший час провести вместе с нами. Кослийское море и Черное море пьют синими волнами в грудь берегов. И в снежных попахах кавказские горы пасут на вершинах стада облаков. И от моря до моря людям счастье дарят. Дружбы, алые зори над фребтами горят. Дружбы, алые зори над фребтами горят. На вечную дружбу хорошие люди чадистую верную клятку дают. Дружбы, алые зори над фребтами горят. И от края до края людям счастье дарят. Дружбы, алые зори над фребтами горят. Дружбы, алые зори над фребтами горят. ПЕСНЯ Программа подготовлена при участии всех филиалов Всероссийской государственной телерадиокомпании в Северокавказском федеральном округе. Вести Северный Кавказ Карачаево-Черкесия Глава Республики Рашид Темрезов поздравил с избранием на должность мэра Черкеска Руслана Тамбеева и мэра Карачаевского городского округа Аликадинаева и поручил, учитывая ресурсные преимущества и особенности территории, до конца текущего года представить комплексные планы развития городов, а Карачаевску – дополнительно план развития курортов Тиберда и Дамбай. Рашид Темрезов поставил ряд приоритетных задач по улучшению качества жизни республиканской столицы и Карачаевского городского округа. В северной части Черкеска продолжается масштабное строительство нового микрорайона, общей площадью застройки 700 тысяч квадратных метров, где фактически смогут проживать 24 тысячи человек. Кроме жилых домов в микрорайоне ведется строительство образовательного комплекса «Школа плюс детский сад», рассчитанного на 600 и 150 мест соответственно, а также поликлиники. На данных объектах ведутся основные строительно-монтажные работы. Заместитель министра строительства и ЖКХ Зульфира Бачаева ознакомилась с ходом благоустройства парка в микрорайоне Московский, который ведется в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». На сегодняшний день ведутся работы на территории общей площадью 1200 квадратных метров. Завершается укладка тротуарной плитки и асфальтобетонного полотна на площади 1400 квадратных метров, а также работы по озеленению и освещению территории. В ближайшее время будут установлены детские и спортивные площадки. У Мартикеев специально для радиожурнала «Зорь Кавказа». Вести Кабардино-Балкария В Доме правительства Кабардино-Балкарской Республики состоялись двусторонние встречи главы Республики Юрия Кокова с заместителем руководителя Федерального агентства по туризму Николаем Королевым и рабочие совещания по вопросам дальнейшего развития регионального туризма. Кабардино-Балкария, как участник федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации, с 2014 года реализует инвестиционный проект создания автотуристического кластера «Зарагирш». Общая площадь территории, отведенной под застройку, составляет 30 гектаров. Юрий Коков поблагодарил руководство Ростуризма за пристальное и заинтересованное внимание к республике, готовность оказать содействие в продвижении одной из основных отраслей экономики туристско-рекреационного комплекса, но при этом подчеркнул, что важно достойно завершить начатое, чтобы иметь возможность зайти в новый проект в рамках отраслевой федеральной целевой программы на период 2019-2025 годов. 4 ноября в Коварьно-Балкарском музее изобразительных искусств имени Ткаченко прошла ежегодная акция «Ночь искусств-2017» под девизом «Искусство объединяет». Гости мероприятия посетили мастер-классы народных умельцев Элины Караевой, Дианы Опаевой, Зулихан Кумыковой, Аиды Кардановой, Станислава Ефремова. Все желающие, как взрослые, так и дети, смогли сфотографироваться у авторских фотозон от агентства «Гармония», а также проявить свою фантазию и талант на крафт-зонах. В рамках мероприятия состоялся первый в Нальчике перформанс «Люди за стеклом», а также показана арт-проекция «Панорама искусств». Официальное открытие и начало концертной программы прошло с участием артистов эстрады, студентов и преподавателей Северокавказского государственного института искусств и творческих коллективов республики. Для гостей мероприятие показали кинофильм «Ла-ла-ленд» режиссера Демьена Шазела. Светлана Нагоева специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Северная Осетия Предприятия жилищно-коммунального хозяйства должны быть возвращены в муниципальную собственность. Такую задачу поставил руководитель республики Вячеслав Бетаров на рабочей встрече с главой администрации местного самоуправления Владикавказа Борисом Албеговым. Темой разговора стало прохождение осенне-зимнего периода в столице Северной Осетии. После изменения форм собственности некоторых организаций этой отрасли, городские власти утратили юридическую силу над контролем за их деятельностью. А это, как отметил глава республики, напрямую сказывается на качестве обслуживания и уровне выполнения своих обязательств перед населением. На встрече также обсудили программу благоустройства дворовых территорий, а также ремонта и строительства городских дорог. Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в скором времени появится в столице республики. Так называемая лаборатория безопасности будет расположена на базе одного из профессионально-технических училищ. Вопросы сотрудничества руководства республики и госавтоинспекции обсудили с представителями экспертного центра движения безопасности. Программа предусматривает воспитание ответственных граждан, владеющих культурой поведения на дороге. Отметим, что Северная Осетия вошла в число 30 регионов России, где реализуется широкомасштабная программа, разработанная Госавтоинспекцией МВД России, Российским союзом автостраховщиков и экспертным центром движения безопасности в рамках реализации поручений президента Российской Федерации. Предпремьерный показ спектакля «Честь Осетина» состоялся в Североосетинском государственном академическом театре имени Владимира Тхапсаева. Постановка объединила две пьесы классика осетинской литературы, драматурга Елбождыко Бритаева. Режиссер сознательно пошел на смешение жанров. Трагедия сменяется комедией. В постановке задействованы ведущие артисты театра и молодые актеры. Примечательно, что спектакль по произведениям Бритаева в последний раз на сцене Осетинского театра показывали 25 лет назад. Тогда зрителям была представлена драма «Две сестры». Таким образом, Елбождыко Бритаев возвращается на осетинскую сцену. Зарема Джекаева для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Ингушетия. В рамках визита председатель Совета директоров ПАО «Газпром» в сопровождении Юнусбека Евкурова и сенатора Билана Хамчиева посетил зад гигант Ингушетия. Гостью рассказали о применяемых здесь передовых технологиях выращивания и хранения фруктов, а также реализации продуктов в регионе, за пределы республики и за рубеж. Знакомство с Ингушетией продолжилось на мемориале памяти и славы. Глава республики лично провел экскурсию для гостей, рассказав об основных вехах в истории ингушского народа. После Ингушетия Кивкуров и Виктор Зубков ответили на вопросы региональных журналистов. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма провели в Джейрахском районе. Основными слушателями были учащиеся общеобразовательных учреждений сельских поселений Альгети и Джейрах. На встречу со старшеклассниками пришли представители управления по делам религии при главе региона. Еще одна аналогичная встреча была проведена с коллективом районной больницы. По словам организаторов, главная цель мероприятий – формирование общественного мнения в плане нетерпимости к проявлениям экстремистской идеологии и расширение знаний граждан о таких негативных явлениях современности, как экстремизм и терроризм. Сейчас, как никогда, важно формирование у подрастающего поколения гражданской позиции и толерантного отношения к представителям других национальностей и конфессий, подчеркивают в администрации Джейрахского района. Мы разные, но равные. Под таким девизом в Черкесске пройдет седьмой межрегиональный конкурс преподавателей национальных языков регионов Северного Кавказа. Ингушетию на профессиональном форуме будет представлять преподаватель ингушского языка и литературы Лицея детского сада города Магаса Лиза Ужахова. Главной целью мероприятия организаторы называют формирование межрегиональной модели системы преподавания родных языков посредством обобщения и распространения инновационного опыта лучших педагогов Северокавказских республик. Программа конкурса включает три конкурсных задания. Это презентация родного края, визитная карточка участника и мастер-класс на одну из тем по выбору. От любви к профессии, к мастерству и летящее вдохновение. На стадионе имени Магомеда Парчеева прошли соревнования по метанию ножей и скалолазанию среди юно-армейцев трех столичных общеобразовательных учреждений. Как сообщил на своей странице в Инстаграм мэр Магаса, мероприятие проходило в рамках антитеррористических мероприятий и было приурочено ко Дню Народного Единства. Беслан Сычоев отметил, что соревнования на скалодроме, метание ножей и стрельба из лука – это относительно новые виды спорта для ингушетии, которые за короткий период времени стали весьма популярными среди молодежи. Как отмечают организаторы, юно-армейцы продемонстрировали хорошие результаты. По итогам турнира первое общекомандное место заняла сборная школы-лицея, второе место у Центра образования и третье место у школы-марен. Айшат Катиева специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Чеченская Республика Строительство индустриального парка «Грозненский» близится к завершению. Его открытие планируется к концу года. Уже имеются соглашения с резидентами, которые разместят свои производства на его территории сразу после запуска. Сейчас на месте возводятся ограды вдоль дороги. Также рабочие завершили установку железобетонных конструкций. Индустриальный парк возводится на территории полностью разрушенного во время военных событий в республике завода железобетонных изделий. На первом этапе его строительства пришлось очистить территорию от развали. Индустриальный парк – это специально организованная для размещения новых производств территория, обеспеченная энергоносителями инфраструктурой. С открытием индустриального парка смогут трудоустроиться около 200 человек. Продукция, производимая здесь, станет востребованной и конкурентоспособной. В рамках фестиваля науки, технологий и инноваций, посвященного столетию Грозненского государственного нефтяного технического университета, прошел конкурс IT-проектов среди студентов и школьников. Идею разрабатывали 18 команд. Над каждым проектом трудились несколько человек. К финалу члены жюри отобрали разработки с учетом их актуальности и завершенности. Унося на суд жюри проекты, каждый из них представляет свое видение цифровой эпохи, через которые предлагают инновации, например, в области медицины, полностью заменив бумажные носители на электронные. Научно-практическая конференция, приуроченная к столетию нефтяного университета, для многих ступень в мир инноваций уже не как потребитель, а как разработчик. Ну а закрепить полученный опыт и новые идеи участники смогут в проекте «Умник» уже в конце этого года. Камила Сайханова. Специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Дагестан. В Дагестане отремонтирован еще один участок дороги. Его торжественное открытие прошло в Хунзахском районе. 8 километров пути соединят три горных района Дагестана и соседнюю Чеченскую республику. За добросовестный труд были награждены работники дорожного агентства. Руководитель ведомства Загид Хучбара поощрил наиболее отличившихся сотрудников именными часами и денежной премией. Федеральный хакатон «Собери университет» пройдет 7 по 9 ноября в переинновации в Махачкале. Участники мероприятия создадут и спроектируют университет будущего. Особое внимание будет направлено на технологии дополненной виртуальной реальности и искусственный интеллект. Творческая встреча с российским кинорежиссером, сценаристом и продюсером Павлом Лунгиным пройдет 5 ноября в Дербенском музее истории мировых культур и религии. Диалог состоится в рамках всероссийской акции «Ночь искусств». На данный момент режиссер работает над фильмом «Братство», посвященном 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Одной из площадок для съемок был выбран Дагестан в связи со схожестью с афганской природой. Съемки проходят в селе Старая Корода Гугимского района. В будущем планируется задействовать для картины «Дербент» и «Буйнакск». Фестиваль современного искусства «Может» пройдет во Владикавказе и Дербенте с 3 по 12 ноября. Проект создан для привлечения внимания художественной общественности и зрителей городским пространством. В Дербенте фестиваль пройдет с 10 по 12 ноября. В течение трех дней местные жители, художники и активисты под руководством кураторов будут создавать и устанавливать на улицах города арт-объекты по проектам художников со всего мира. Дагестанский борец вольного стиля Абдурашид Садулая стал лауреатом премии «Гордость Кавказа» в номинации «Спорт». Торжественная церемония вручения премии состоялась в рамках 7-го Московского фестиваля культуры народов Кавказа. Имара Багирова специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа». Завтра в России отметят День народного единства. Среди приоритетных направлений деятельности органов государственной власти Чеченской Республики развитие национальной политики. Тему продолжит корреспондент ГТРК «Войнах» Залина Бангаева. Единство народа – несокрушимая крепость, гласит чеченская пословица. Значимость этих слов актуальна вне зависимости от эпохи. Жизнь учит нас. Порость нельзя сделать того, что можно сделать сообща. Один посадит лишь дерево, а все вместе высадят сад. Представители различных национальностей, проживающих на территории Чеченской Республики, вместе созидают ее. Они принимают активное участие в общественно-политической и культурной жизни региона, пропагандируя традиции и культуру своего этноса. В Чеченской Республике функционируют 10 национальных культурных центров, 6 национальных автономий, более 400 общественных и 137 религиозных организаций. Сбалансированная, продуманная национальная политика продолжает оставаться приоритетным направлением деятельности органов государственной власти и общественных объединений региона, говорит начальник отдела национальной политики Министерства Чеченской Республики по национальной политике и внешним связям, печати и информации Марит Мускеева. В Чеченской Республике бок о бок на протяжении нескольких веков живут в мире и согласии многочисленные народы. Они перенимают друг у друга культуру, происходит взаимовлияние культур народов Чеченской Республики во властных структурах, в парламенте, вместе работают наряду с чеченцами представители разных национальностей. На территории Чеченской Республики не выявлено ни одного случая конфликта на межнациональной либо межконфессиональной почве. И не зря это все происходит, потому что глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров сказал очень мудрые, очень правильные слова. Каждый представитель того или иного народа, проживающего в нашей Республике, должен чувствовать себя как дома. Ярким показателем укрепления межконфессионального мира в Республике безусловно являются взаимоотношения между основными религиями, православием и исламом. С целью их развития проводятся встречи между представителями духовенства, восстанавливаются храмы, благоустраиваются кладбища православных христиан. Открытый 10 мая 2016 года православный храм Рождества Христова в Наурском муниципальном районе стал святым местом паломничества не только для православных жителей региона, но и для христиан всего Северного Кавказа. В Чеченской Республике на сегодня нет никаких препятствий для участия людей различной национальности и вероисповедания в политической, экономической, социальной или культурной жизни Республики. Она стремится стать домом дружбы, в котором единой семьей на равных условиях проживают и чувствуют себя уютно все граждане страны. Да, русский народ живет хорошо. Это родной дом. Мы любим нашу республику. Уважаем все национальности. Живем все дружно, хорошо, прекрасно. Сказать, что комиксский народ сегодня в Республике живет хорошо, это ничего не сказать, потому что, как сейчас, такого внимания к нам никогда не было. К нам в село лично приезжал глава, и буквально в течение трех месяцев после его приезда у нас в село прям все, что там нужно было, все у нас, как в сказке, сделали. И спасибо Рамзану Ахматовичу. Никаких проблем. Дружная семья, можно сказать. Ногайский народ в Чеченской Республике живет как полноправные граждане этой республики. Трудимся, стараемся сохранить язык, культуру. Функционирует Ногайский национальный культурный центр, который базируется в селении Сарису, Шелковского муниципального района. Также есть Ногайская культурная автономия. Абсолютно конфликтной ситуации не бывает. Живем с другими нациями, соседи, братья, сестры, религии. Чечня – наш общий дом. Для успешного развития всех этнических групп Чеченской Республики, их традиций, обычаев, языка и обеспечения межнационального и культурного сотрудничества регулярно в регионе проводятся Дни национальных культур и искусств. Кульминацией их является проведение ежегодных осенних фестивалей, приуроченных ко Дню Народного Единства. Соединяет людей и народы дружба. «Пусть этот мир будет наполнен добротой и милосердием, заботой друг о друге, полезными и творческими делами», говорят жители Чеченской Республики в своих пожеланиях радиослушателям. «Поздравляю с Днем Народного Единства, Счастья, Мира и Добра!» Народное Единство – это неотъемлемый аспект современного общества. Желаем, чтобы не только сегодня, но и каждый день мы узнавали больше о народах, проживающих на Кавказе и ощущали силу и могущество нашей общей Родины – России. Добра всем, единства, мира и благополучия! Радиожурнал «Зори Кавказа» Благодаря ЭКО за 8 месяцев этого года в Дагестане родились 174 малыша, среди них 20 двойняшек. Такие данные приводит Минздрав Республики. Всего же за это время процедуру за счет средств обязательного медицинского страхования прошла 841 бездетная пара. В каких случаях помощь врачи оказывают бесплатно и какое оно долгожданное счастье? Ответ на этот вопрос в репортаже корреспондента ГТРК «Дагестан» Нурлана Алиева. Семь лет в браке без детей – первая попытка ЭКО и сразу удачная. Случай с семьей Абдулаевых уникален для медицины. В организм будущей матери ввели два эмбриона, но по каким-то причинам один из них разделился уже в утробе матери. В итоге вместо запланированных близнецов у Абдулаевых трое мальчишек. Вот уж по-настоящему тройное чудо. Но и хлопот для мамы теперь в три раза больше. Трижды постирай, трижды искупай, трижды накорми и спать уложи. Сначала слезы, не верила, честно говоря, но потом уже привыкла как-то. Изначально, да, чуть-чуть было трудно, когда недоношенные же, а не поэтому маленькие. А так нет, не трудно. Но когда ты не можешь забеременеть долгие годы, подобные заботы не кажутся трудностями вовсе, а скорее в радости. Ради этого счастья пара и прибегает к экстракорпоральному оплодотворению. Но не всем везет так, как Эльзе. Зачастую процедуру приходится проходить по нескольку раз. А каждая попытка в среднем стоит от 150 до 200 тысяч рублей. С 2013 года за будущих родителей эти деньги платит государство. Единственное условие – определенный диагноз и показания. Всего, если считать, что мы активно работаем с 2013 года, за это время у нас родилось уже более 300 детей, даже где-то около 350. И почти около 180 из них только родилось в этом году. В этих пробирках – донорский материал. Температура жидкого азота – минус 196 градусов. В комнате плюс 25, влажность – 50-75%. Это условия, необходимые для удачной инъекции сперматозоида в яйцеклетку. Врач работает на инвертированном микроскопе с помощью микроманипуляторов. Ловится отдельный сперматозоид, обездвиживается и тонкой иголкой вкалывается в яйцеклетку. Но успех операции не всегда зависит от современного оборудования или умелых рук врача. Чем старше возраст и длительность бесплодия, тем меньше шансов забеременеть. У нас огромное количество бесплодных пар в республике. Около 17 тысяч супружеских пар. Нам необходимо максимальное количество их обследовать, чтобы в этих семьях могли родиться дети. И у нас демографические показатели в республике, чтобы были хорошие. Но, к счастью, для таких семей медицина не стоит на месте. Ежегодно появляются новые способы ЭКО – криоконсервация. Одно из достижений в этом направлении – это глубокая заморозка полученного эмбриона. И в последующем женщина приходит к нам уже без стимуляции, без пункции яйцеклеток. Она приходит просто для того, чтобы мы ей перенесли эмбриончик в матку. Это такая достаточно щадящая процедура для женщины. Мы это тоже делаем достаточно хорошо. То есть криоконсервация – это, можно сказать, такой прорыв вообще в ЭКО, который позволил не просто увеличить процент наступления беременности, но и криоконсервация агоцитов, к примеру. Она позволяет отсрочить материнство. В прошлом году в Дагестане проведено около 900 процедур ЭКО. В этом планируется полторы тысячи. По статистике, 35% из них окажутся успешными. И это средний показатель по стране. То есть эти родители услышат заветное. Вы ждете ребенка. Радиожурнал «Зори Кавказа». В рамках благотворительной акции «Красивые дети», которая будет проводиться в Ингушетии совместно с ингушскими челюстно-лицевыми хирургами, высококвалифицированный врач, челюстно-лицевой хирург, профессор кафедры пластической хирургии Института имени Пирогова Геннадий Гончаков проведет операции группе детей. В рамках акции будут прооперированы дети с врожденной челюстно-лицевой патологией, расщелины губы и неба, проживающие в республике. Тему продолжит корреспондент ГТРК Ингушетия Мадина Байзиева. По статистике, в России дети с врожденными патологиями встречаются часто. Если говорить цифрами, то это 1 к 70. В нашей республике такие случаи нередко. И в связи с этим, по инициативе Министерства здравоохранения, 7 ноября в республику приглашен врач высшей категории, специалист в области челюстно-лицевой хирургии Геннадий Гончаков. Сегодня в республиканской больнице своего отделения челюстно-лицевой хирургии нет, но это не мешает в полной мере оказывать услуги данного направления. Работать с врачом такой категории – большой опыт для нас, признается ведущий целесно-лицевой хирург ИРКБ Арсамак Ивлоев. Будем совместно устранять врожденную патологию, такую, как в народе называют волчья пасть, зача губа. Это врожденное ращение на небо, врожденное ращение на верхней губы, альвеолярного отростка. К сожалению, в нашем регионе такие дети довольно-таки часто попадаются. Арсамак Ириханович каждый день ведет прием больных с патологиями и без. Но сегодня лечение таких заболеваний, как волчья пасть и зайчья губа, стало первостепенной задачей, признается он. Встать на учет можно вплоть до 7-го числа. Для записи достаточно позвонить по личному номеру челюстно-лицевого хирурга ИРКБ Арсамака Ивлоева. 8-928-006-61-61. Геннадий Гончаков пребудет в нашей республике три дня. За это время планируется провести свыше десятка операций. Как информирует Арсамак Ивлоев, каждая заявка будет рассмотрена индивидуально. Но есть и свои условия. Первостепенно дети новорожденные. Также важна степень заболевания. Тяжелая форма и не очень. Есть список войнных. Уже первичный осмотр был проведен месяц назад. Пока список на списке у нас 10 человек. Список потихонечку растет. После оповещения населения, я думаю, список возрастет. Для проведения данной акции, благотворительная акция, все необходимое подготовлено. Акция будет проходить в новой детской республиканской больнице, в отделении хирургии. Все необходимое там у нас есть. Мы готовы проводить эту акцию и совместно провести вот эти операции. Как рождается такой ребенок в родильном отделении патологии новорожденных? Заведующее отделение связывается со мной. Звонят, говорят, что у них родился ребенок с рожденной патологией. Я иду туда, даю консультацию родителям, беру их на учет. И в возрасте трех месяцев первая операция по врожденной патологии именно на верхнюю губу дозволяется только в трехмесячном возрасте. Это обязательное требование. И по совершению вот этого возраста мы с ними связываемся, вот как и сейчас на акции. Будем обзвание, будем приглашать их. И в конце нашего материала обращение к родителям. Не занимайтесь самолечением. Проблемы с челюстно-лицевым аппаратом ребенка – это более чем серьезно. Не нужно обращаться к врачам с сомнительными медицинскими данными. Здоровье вашего ребенка зависит в первую очередь от силышнего и от ваших быстрых профессиональных действий во вторую. Радиожурнал «Зори Кавказа». Во Владикавказе открылся новый современный торговый центр известной международной компании «Метро Кэш энд Кэрри». Открытие гипермаркета стало логическим завершением успешной реализации в республике крупного инвестиционного проекта, который будет способствовать развитию экономики Северной Осетии, особенно сферы малого и среднего бизнеса. Репортаж с открытия подготовила корреспондент ГТРК «Алания» Зарема Джикаева. Около 60 миллионов рублей ежегодных налоговых отчислений предполагает вносить в региональный бюджет Северной Осетии открывшийся торговый центр «Метро». Один из крупнейших международных операторов розничной и мелкооптовой торговли «Метро» во Владикавказе планирует делать упор на сотрудничество с местными предпринимателями и производителями продукции. Надо отметить, что уже в день открытия была представлена продукция местных производителей. Определяющими факторами в сотрудничестве является высокое качество, добросовестное осуществление поставок товаров, современные методы ведения бизнеса, выполнение ряда требований по сертификации упаковки и маркировке продукции. Успешная реализация этого инвестиционного проекта – один из серьезных и важных шагов для экономического потенциала республики, отметил на церемонии открытия глава Северной Осетии Вячеслав Бетаров. Данное предприятие для республики рождено по многим показателям. Прежде всего, по тем инвестициям, которые сделаны в республику и сделаны известной компанией, которую знают во всем мире. И я думаю, что эти инвестиции и присутствие данной компании в республике даст импульс всем другим инвесторам инвестировать в нашу республику. И другие компании убедятся в том, что в республике создаются все условия для того, чтобы они пришли, инвестировали и могли спокойно работать. Также это важно для республики еще и потому, что, я надеюсь, с приходом этой компании в республику придет новая, более современная культура торговли, обслуживание наших граждан, населения республики, что, я думаю, будет стимулировать и другие компании, которые работают на территории нашей республики. Много еще перечисляют положительных факторов, почему сегодня метро находится в республике. И я хочу поблагодарить руководство компании метро Кэшнгерри за то, что они пришли к нам в республику. И хочу пожелать им успешной работы. Генеральный директор метро в России Джерри Калмис подчеркнул, что так гладко работы по открытию центра, а во Владикавказе он 90-й по счету, не проходили нигде. А это значит, что республика всецело поддерживает развитие бизнеса и инвестиционных проектов. Во-первых, мы имеем около 5 миллионов клиентов. Мы их обслуживаем через 5,5 тысячи поставщиков и многие из них местные. Я хочу обратить особое внимание именно на местные администрации и вы, я хочу сказать, Зелин Ханович, потому что, как вы видели этот проект, я очень надеюсь, что мы могли бы делать такие проекты везде в России. 25 тысяч наименований на общей площади торговых залов в почти 10 тысяч квадратных метров. 130 сотрудников, 127 из которых жители республики. Адаптированные условия для людей с ограниченными возможностями. Доставка, которая, кстати, ранее не была в торговых центрах метра, так как действовал принцип «Приди, заплати, забери». Первый на Северном Кавказе центр данной сети настроен развивать не только производство, но и принципы сотрудничества, подчеркнули управляющий Александр Меладзе и директор по экспансии и технической эксплуатации Алена Ельшина. Выбрали следующую группу клиентов. Это гостиничный, ресторанный бизнес, или, как я люблю, приговорить, индустрия гостеприимства. Это отели, рестораны, кейтери, все, что относится к общественному питанию. Это предприятия независимой розницы. И, как Джулия уже сказала, это небольшие магазины у дома и киоски. Те люди, которые обеспечивают нам с вами, как жителям любого города, ежедневный спрос свежего товара. И это другие предприятия, сервисные центры и офисы, которые могут закупать товар в нашем торговом центре для использования в своем ежедневном бизнесе. Напомним, что метра – это компания, которая представлена в 35 странах мира с общим количеством сотрудников свыше 150 тысяч человек. Объем продаж за 2015-2016 финансовый год составил около 37 миллиардов евро. После открытия торгового центра во Владикавказе в планах компании анализ спроса на развитие программы франшизы «Фасоль», которая позволит владельцам существующих торговых точек и начинающим предпринимателям получить экспертную техническую помощь крупного партнера в лице метра, разнообразить ассортимент, улучшить обороты бизнеса. В Карачаево-Черкесском республиканском драматическом театре при поддержке правительства Карачаева-Черкесии прошел второй этнический фестиваль черкесской национальной культуры. Тему продолжит корреспондент радио ГТРК «Карачаева-Черкесия» Альбина Охтова. Мероприятие проходит в рамках подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Карачаева-Черкесии на 2014-2017 годы», государственной программы «Реализация государственной национальной конфессиальной информационной политики в Карачаево-Черкесии на 2014-2017 годы». Главной темой фестиваля стал национальный костюм. Именно вариации костюмов были представлены на выставке прикладного искусства, где свои работы презентовали известные мастера Адыгеи, Карачаева-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Об этом подробно рассказал руководитель общественной организации Адыга-Хаса Али Асланов. Мы сегодня делаем выставку прикладного искусства. И как вы видите, это сегодня праздник для нашего народа. Сегодня очень много умельцев, мастеров мы собрали из республик Кабардино-Балкарии, с Адыгеей, с нашей республики. И на выставке показаны те виды декоративно-прикладного искусства, что делали раньше наши прадеды, что делают сегодня современным образом, я думаю, улучшая это все. Мы хотим этим приобщить нашу молодежь, наших детей, к нашей культуре, к нашим обычаям, традициям. И сегодня концерт, который будет проходить, тоже организован на хорошем уровне. Приезжают артисты тоже с наших соседних республик. И мы надеемся, что зрители, которые придут, получат огромное удовольствие. Большой интерес у посетителей выставки вызвала частная коллекция Мажида Утижа из Габардино-Балкарии, в которой представлены старинные женские и мужские пояса, кинжалы, украшения для женского костюма, газыри, музыкальные инструменты, башлыки и другие предметы одежды и быта народа. На выставке также представлены работы известного художника из Адыгеи Гошефиш Абрэдж, которая привезла в столицу Карачаева-Черкесии красивые гобелены и шерсть, часть которых повествовала о легендах, связанных с героями нардского эпоса. Профессионально изготовлением гобеленов занимаюсь 25 лет, но творчеством с раннего детства. Всегда что-то лепила, создавала и рисовала. В числе первых моих гобеленов композиция под названием «Дедушкины истории» вспомнила Гошефиш Абрэдж. Традиционные для черкесского народа виды ремесел были представлены на экспозиции студентов Карачаева-Черкесского колледжа культуры и искусства. Посетители могли здесь увидеть различные изделия из войлока и сувенирную продукцию с национальным орнаментом, декоративные тарелки, коллекцию войлочных кукол в национальной одежде. На выставке также можно было увидеть работы известного мастера по изготовлению музыкальных инструментов из Карачаева-Черкесии Азамата Ашибокова, который продолжает дело отца и возрождает музыкальные традиции черкесского народа. В его коллекции особое место занимает старинный музыкальный инструмент «Шичапшин» – адыгская скрипка. «Любовь к музыке привил мне отец. Сейчас продолжаю его дело по изготовлению смычковых и щипковых народных инструментов. Использую древесину, клёна и ели. Традиционный «Шичапшин» двухструнный. Струны делаются из конского волоса. Сейчас в основном занимаюсь изготовлением четырехструнного оркестрового варианта этого инструмента», – рассказал мастер. «Необходимо изготовить из специальных пород древесины. Целиком делается из клёна корпус, и верхняя дека должна быть изготовлена из ёлки. А мы изготовили из клёна. Даже маленькие дети, которые я в школе преподаю, они первый раз слышат этот звук. У них сразу глаза загораются. Как бы у них это в душе, что ли, я не понимаю. По-другому не могу сказать. Они чувствуют это». Главная цель прошедшего фестиваля – сохранить богатую культуру, многовековые традиции и обычаи черкесского народа, приобщить к ним подрастающее поколение. В рамках фестиваля состоялся концерт с участием творческих коллективов и вокалистов трёх республик. Радиожурнал «Зори Кавказа». Солнце греет землю, красит небо, подступает к окнам белый сад. Книги рядом с караваем хлеба в доме на столе моём лежат. Хлеб и книга. Скрыты в них недаром кровь и сок земли, где мы живём. Их сжигало пламя всех пожаров. Все владыки шли на них с мечом. Хлеб и книга вечны от века. На столе лежат передо мной, подтверждая мудрость человека, бесконечность щедрости земной. Вековой юбилей Кайсына Кулиева отметили в Кабардино-Балкарии. О праздничных мероприятиях корреспондент Светлана Афаунова. На этой неделе состоялись юбилейные мероприятия, посвящённые столетию со дня рождения народного поэта Кабардино-Балкарии Кайсына Кулиева. 1 ноября прошло возложение цветов к памятнику поэта в Нальчике. В Государственной национальной библиотеке имени Мальбахова провели круглый стол, посвящённый жизни и творчеству Кайсына Шуваевича. В музыкальном театре Нальчика состоялся юбилейный торжественный вечер. А 2 ноября в Чигемском районе на родине Кайсына Кулиева встретились и почтили его память представители общественности и творческой интеллигенции, а также поклонники творчества поэта. Для всех радиослушателей Кавказа звучит голос народного поэта Кабардино-Балкарии Кайсына Кулиева. Прошу я мира небу и земля. Ночью рассвет приходят на ровне, как сроки им приходят друг за другом. Спит ночью волк и тянет плуг во сне. С рассвета пахарь трудится за плугом. Спит птица и свои лелеет сны, когда в её гнезде тепло и сухо. Дай птахе этой малой тишины и дому, где ребёнок и старуха. Да и тишине арбузом на пахче, и дикому подсолнуху на скате, и снежной высоте, и крюче. Дороге в поле, плуг и лопате, да и мир озорем, красящим кизилу, Мира тем, кто поет огороды И перевалы, Где отец ходил, И ворным рекам, Где грохочет брод. Могла свет затмить, И вспыхнет свет во мгле, Всему своё, Всё в мире повторится. Прошу я мира, Небу и земле, А птицам уволю их Свободу птицам. Радиожурнал «Зори Кавказа» Очередной выпуск радиожурнала «Зори Кавказа» подошёл к концу. Хочется завершить программу строками Кайсына Кулиева, чей вековой юбилей Отметили на уходящей неделе. На мир смотрите добрыми глазами, Чтоб добрым было слово, Добрым труд. Нам, людям, лишь добро приносит счастье, Оно в конце сильнее зла всегда. Добро вовеки будет Богом нашим, Ему молитва наша и хвала. Услышимся ровно через неделю. Здравствуйте! В эфире радио «Алания» И на волне Патронагор с вами И над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. При Брусье огромный... И сердце Чечни призывает назад. Добра и мира вам. Говори радио «Ингушетия». Высокогорный юг и рамьюис. Карачаево-Черкесия. Край горных вершин и медовых водопадов. Примите наш привет в эфире «Таврополье». Радиожурнал «Зори Кавказа». Мы собираем всех вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова